Давайте с вами сегодня приготовим оригинальное и очень простое в приготовлении блюдо из куриной грудки и пекинской капусты. Всем привет! Если вы следите за своей фигурой, то этот рецепт точно для вас. Сегодня я приготовлю очень вкусные, сочные, ленивые голубцы из куриной грудки с пекинской капустой. Готовится просто, получается вкусно. Все ингредиенты и количество пропишу под видео. Заходите, смотрите и, конечно же, готовьте. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. Берем куриную грудку и нарезаем небольшими кусочками. Куриную грудку мы будем измельчать при помощи блендера. Вместе с куриной грудкой также пропустим через блендер одну луковицу. Лук придаст сочность мясу. Мелко нарежем зелень. У меня здесь укроп и петрушка. Чем больше зелени, тем вкуснее получаются голубцы. Сразу скажу, что рецептов приготовления голубцов очень много. Я вам показываю свой рецепт. Добавляем зелень в фарш. Берем пекинскую капусту. Разрезаем пополам. И нарезаем мелко. Сразу скажу, что в голубцы рис я не добавляю, потому что это голубцы для тех, кто следит за своей фигурой. И вообще голубцы без риса тоже получаются очень вкусными. Сюда же отправляем мелкорезанную пекинскую капусту. Добавим чеснок. У меня гранулированный. Можно взять обычный чеснок и пропустить через пресс. Чёрный молотый перец по вкусу. Одно яйцо. Соль по вкусу. И всё хорошо перемешиваем. Желательно это всё перемешивать руками, но можно перемешать и при помощи ложки. Фарш готов. И сейчас формируем голубцы. Берем форму для запекания. У меня вот такая стеклянная форма. Добавляю сюда буквально две капельки масла. И при помощи силиконовой кисточки смазываю дно формы и бока. Влажными руками берем немного фарша и формируем голубец. Форму делать можно любую. Ну вот голубцы я сформировала. Они готовы. А сейчас мы приготовим соус. Берем сметану. Сметана у меня жирностью 10%. Если у вас нет сметаны, возьмите йогурт. Добавляем в чашку сметану. И томатный кетчуп или томатный соус. Что у вас есть? Добавляю чёрный молотый перец по вкусу. Немного соли. Все перемешиваю. Добавлю немного воды. И все еще раз перемешаю. Готовым соусом сверху аккуратно заливаем голубцы. И отправляем в предварительно разогретую духовку до температуры 180-190 градусов. Примерно на 40 минут. Прошло 40 минут и голубцы готовы. Получаются они вот такие сочные, с румяной корочкой. А сверху я их посыпала мелкорезанным зеленым луком. Готовые голубцы выкладываем на тарелку и подаем к столу. Они получаются вкусные, сочные и не калорийные. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А также смотрите мои другие видео, оставляйте свои рекомендации и пишите свои комментарии. Также подпишитесь на мой второй канал, ссылка находится под этим видео. Вам там будет интересно. Зайдите в группу ВКонтакте и в Одноклассниках поделитесь своим рецептом. Вам скажу, чем больше вас, тем интереснее готовят для вас. Всем хорошего настроения, экспериментируйте на своей кухне и все у вас получится. А главное, готовьте вкусно и с любовью. Всем пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok